Ну что ребят, добро пожаловать на 20 этап Формал 1 на грампре Бразилия. Уже предпоследний этап, окончание сезона идет, и мы продолжаем бороться за кубок конструкторов. После этапа в Мексике мы довольно близко приблизились к Вильямсу, и сейчас разрыв составляет всего лишь 40 очков. Что это значит? То, что нам надо приехать в очковой зоне и заработать на 20 с чем-то очков больше, чем Вильямсы сделают за этот этап. У нас два этапа таких, соответственно, по 20 очков в каждом этапе добираем дополнительных, и все, мы спокойно выигрываем в кубок конструкторов. Но, опять же, два этапа, и в Бразилии я взял кучу новых элементов, поскольку все остальные уже выходили за 50%, и не хотелось как-то терять лишнюю мощность, из-за этого и, может быть, терять время. Поэтому, как вы понимаете, квалификации не было, потому что я пришел только первый сегмент, и, соответственно, у нас стартовая решетка выглядит весьма интересным образом. На первом месте у нас Себастьян Фетель, на втором Даниэль Рикьярд, на третьем Юйс Хэмильтон, на четвертом Нико Хюлькенберг, на пятом у нас Роман Граждан, шестой Стабанакон, седьмой Шарли Клер, восьмой Стофель Ван Дорн, девятый Лэнстол, десятый Сергей Сироткин. Заметили то, что в топ-10 собрались 9 разных команд? Только вот Торроса не хватает на десятом месте, чтобы вся десятка была из разных команд состояла. Вот, к сожалению, Торрос у нас, как обычно, на своих последних местах, я также на последнем месте из-за того, что я просто кушаю штрафов. Соответственно, будем прорваться, и также у нас дождь еще идет в гонке, поэтому это немножко сложнее будет, но к середине гонки у нас будет уже сухая погода, и уже в ней у нас будет очень хороший темп, особенно во втором секторе, в поворотах, потому что у нас будет большой прижим. И переходим к старту. Гаснут огни, я срываюсь кое-как с места, кое-как стартую в пробуксовке небольшой, и по итогу отпускаю обычный пелотон, но тут же по внутренней траектории прохожу половину пелотона, толкаю немного босса, чтобы он подвинулся, слава богу, не снимался перед антикрыло, но получил небольшой штраф. Соответственно, теперь мы едем за Сироткиным, Стролом, Хюркемергом и Вандорном, которые между собой начинали бороться уже в начале троу-сектора, точнее Сироткин с Хюркемергом, ну а Строл как раз с Вандорном. По итогу Вандорн оставил свою позицию, Хюркемергом мы, к сожалению, выпихнули, ну и также из-за этого у нас выехала виртуальная машина безопасности, точнее, появилась. После этого, после рестарта, я немного погонялся за предыдущими Вилинсами и смог разом сразу их двоих опередить. Потом я пытался безболезненно опередить Вандорна, чтобы не помешать ему, но, как обычно, хочешь как лучше, но получается, как всегда, по итогу я вылетел, потом еще по внутренней траектории пытался залететь, Вандорн отрулил еще при этом, и по итогу мы потеряли время, потому что пилотон спереди начал отрываться, ну и нас догнали в Вилинсы. Потом я предпринял довольно интересную тактику помешать Вилинсам. Ну и, собственно, да, подобное вы будете наблюдать на этом этапе и на следующем. На этом в меньшей степени, потому что я не особо пытался им прям так конкретно навредить, но в Абудаве вас ждет уникальное шоу. Ну, собственно, вы увидите, почему этот шоу вас ждет. Собственно, Строл проходит в Вандорна из-за этого еще, и по итогу Строл начинает просто отъезжать от Вандорна. Не знаю, что у Вандорна тут не случилось, может быть, было повреждено передний текло, да, кстати, вроде оно было повреждено в одном из эпизодов, ну и также у Середкина оно тоже было повреждено, вы можете заметить, по отрыву, собственно, от него. Вандорна я прошел в начале третьего сектора, и уже погнался за пилотона впереди. Со Стролом вышел через следующий круг у меня. Следующая ситуация в том, что я решил силой отобрать позицию, выгонять его за пределы трассы, чтобы он в Вандорна учел стоп пройти, но, к сожалению, Вандорна не успел пройти, и по итогу он начал даже отставать потихоньку, потому что Середкина все-таки было все нормально с машиной. После пилотона я выезжаю позади всех, по большей части, ну и также начинаю уже борьбу за 17 место. Хартли пытался меня опередить, Снегосли, но у него это не вышло. После этого я погнался за передейдущими Рено, Залбером и Хасом. С Реном, в принципе, у меня получилось разобраться еще в середине второго сектора, чуть позднее затормозил, втиснулся между ним и Эриксеном, и уже думал, где буду откупать этот Залбер. Собственно, во втором секторе у меня была большая скорость, по сути, за счет большей прожженной силы, специально настроенный под дождь, и за счет этого я мог спокойно не держаться за болидами, ну и плюс-то они были вскомканы между собой, то есть они близки друг к другу, и поэтому они друг к другу, по сути, замедляли. Собственно, с Эриксеном я разобрался, с Магнусом тоже разобрался уже в предпоследнем повороте, с выходом напрямую, даже с небольшим дрифтом, но все-таки разобрался. Ну и впереди уже потихоньку сейчас разрешились на пидстопы, Ферстаппин заехал на пидстоп, Райкенен, Ботас и Вандорн остались на трассе. Вандорн, как я и говорил, он был с поврежденным крылом, и прикол в том, что Ферстаппин оказался умнее, и с повреждением переднего антикрыла он тут же заехал в боксы и поменял его. Вандорн подумал, нахрен оно надо, я буду терять времени лучше на трассе, чем в пидстопе, пару секунд буквально, ну точнее ладно, 20 секунд, лучше потерять его на трассе, где-то секунд 30-40, и по итогу откатиться после пидстопа, потому что в Венеусе, соответственно, его пройдут после пидстопа, потому что у них просто выше темп. Собственно, что и наблюдалось, Вандорн тут же проигрывал уже Ботусу, то есть они его догнали с Райканином, но ему похеру, видать, Вандорн не сказал то, что мы боремся еще за кубок конструкторов, как бы, братан, не расслабляйся, пусть и две гонки до конца, и ты там более-менее поднимаешь свои позиции, но все равно надо ехать до конца и пытаться как можно высокие позиции занимать. Ладно, собственно, я после этого и ехал вперед, пытался нагнать группу, которая отрывалась от нас, после того, как я там пошамалился в Виген Смей с Вандорном, все-таки догнал эту группу, обогнал Хас и Залбер, и уже поехал, собственно, вперед. После этого, через какое-то время, у нас уже объявили то, что трасса подсыхает, ДРС разрешен, соответственно, это знак на то, что надо делать тут же пидстоп, менять уже на слики с высшины и продолжать борьбу. Но продолжать ее как? Снова опередить надо Залбер и Хас, потому что я просто задержали меня на пидстопе, и из-за этого я, да, потерял тут некое время. Окей, после того, как опередил этих двоих, я уже погнал с Хюлькенбергом и Феттелем, которые пришли впереди меня. Спокойно опередил Хюлькенберга с Феттелем, пришлось снова поводиться напрямой, но все-таки без каких-либо проблем, опять же, даже ДРС его смог опередить. И впереди меня остается только два болида, это Хэмилтон и Риккярда. И если Хэмилтона видно, то Риккярда нет. Он был очень далеко на своем Рэдбулле, и был он где-то в примерно 15 секундах от меня. Вот, собственно, он в поминяках сейчас приезжает по старту кинишной прямой. Соответственно, я его догнать особо не мог, потому что мы перебивали лучшие круги друг друга, и даже если я считаю, что я снимал где-то по полсекунды с его лучшего круга, то все равно я бы не стоил его догнать к концу гонки, пусть у нас там было почти 10 кругов. Но на 27 круге у нас выезжает машина безопасности. Честно, я не знаю почему, потому что повторы я не смотрел, я про них просто забыл, как обычно. Но по именно контактам ничего не писало, что были какие-то контакты там, и из-за этого вот выехала машина. Поэтому не знаю, из-за чего это случилось, но данная машина безопасности мне очень сильно помогла, потому что Риккярда оказалась прямо передо мной. Да, после аристарта он смог отрываться от меня, потому что у меня были холодные шины, но после, на 34 круге, в начале его я смог опередить в том же первом повороте, и Риккярда предпринял контратаку, но она была неудачной, поскольку уже в втором секторе у меня просто большая скорость по отношению к любому болиду голной трассы. Собственно, победа, первое место, 25 очков мы привозим, и теперь надо было важно посмотреть, где приехал Вандорн и два Вильямса, поскольку если мы отыгрываем сразу большое количество очков, то мы остаемся еще в игре. Если же мы отыграли не особо много, то придется очень сильно постараться. Ну и, собственно, да, я уже немного проспойлировал, сколько мы примерно набрали, если я сказал то, что в Абудабе будет полный цирк Шапито творится. Так что вот, собственно, переходим к итоговым. Первое место за мной, второй у нас один Рикарда и третий Льюис Хэмилтон, на Мерседесе, который занимает предпоследнее место по характеристикам. Собственно, пожалуйста, мы отыграли всего лишь там 10 очков от прошлого этапа, соответственно, нам надо отыграть еще 30 очков, чтобы выиграть Кубок Конструкторов. Что это значит? Это надо нам приехать дублем, это надо, чтобы Вильямсы вдвоем, даже если они приедут, не приехали выше там 7-8 позиции, или чтобы хотя бы один Вильямс не приехал в очках вообще, а второй приехал не выше там 4-5 места. И это довольно сложная задача, если не пытаться как-то на нее воздействовать самому. Поэтому, ребят, ждите Абудабе, она будет веселой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова